И даже по терминологии использованной зачастую это говорит о том, что представление о технике письма, оно не вполне соответствует действительности. И также влияние оказывает то, что зачастую полиографы переносили свой опыт повседневного письма. Сейчас мы пишем совсем мало в повседневной жизни, а если говорить о 19-20 веке, то это было остроконечное перо металлическое. Вот этот опыт переносится на исторический материал. И, например, можно было устрелить такие термины, как нажимы в отношении широких штрихов и взмаки в отношении тонких штрихов. Как раз это... Еще момент. У нас есть проблема, очень плохо слышно. Я не знаю. Вот так лучше слышно? Я посмотрю, может быть, в настройках зума можно что-то изменить. Настройка зума ничего не помогает. Я попробую другим образом. Просто очень плохо слышно и очень трудно понимать. Понимаете? А если вот так, лучше слышно? Сейчас лучше меня слышно? Мне кажется, что да. Да. Да? Я перегрешила звук на другую камеру. Если так, хорошо. Попробуем так. Извините, пожалуйста. Ну, в целом, конечно, сейчас речь не о терминах, о технических письмах и о том, каким признакам на эту технику. Нет. Ничего не слышно. Ничего. Ой, я не знаю. Давайте попробуем. Пробуем. Пробуем пида отворище. Технические сложности. Может быть, еще раз. Попробуем сейчас говорить что-то. Да, вот так сейчас меня слышно. Нет, плохо. Хорошо. Или как же? Нет. На теле читаем. Нет. Так что. Что? Ты никого? Ты чего? Ты чего? Ты чего? Онлайн. Да. Ой. Онлайн. Какие-то сегодня технические сложности. Да. Попробуйте пока. Так, как сейчас меня слышно? Ну, что лучше, да. Слышно? Нормально, да? Я могу продолжить? Да. Да. Если можете медленнее говорить. Хорошо. Материал, который я представила сегодня, основан на исследовании, которое мы проводили совместно с Олегом Мацуевым на материале древнерусских рукописей, в основном 14-16 веков, который был опубликован в статье в журнале «Археографский прелозик». И я предлагаю такой план воркшопа сегодняшнего. Сначала я расскажу о технике самой и покажу основные технические приемы. Затем мы посмотрим рукописи и поговорим о том, как по графике букв можно выявить те приемы, которые использовал писец. И в заключение вы попробуете сами писать. Большинство исследователей сходится во мнении, что на Руси писали птичьими перьями. И вот перед вами перо птичья, заточенное соответствующим образом. Оно такое уже бывалое. В одном из сборников 16-18 века есть указание о том, как затачивать перо, и оно говорит о том, что кончик пера делался широким. То есть такое перо называется ширококонечным. Вы видите здесь с правой стороны увеличение, и хотя перо довольно узкое, но самый его кончик, он не совсем острый, не сходится в одну точку, а имеет площадочку. Она называется срез пера. И вот в этом сборнике говорится о том, что для письма мелкого надо затачивать перо более мелко, для письма крупного более крупно, и для книжного письма надо делать скос пера направо. Так как вы можете увидеть на экране, сейчас я еще немножко увеличу. Вот такое перо. Собственно, это похоже на те перья, которые для мастер-класса вы приготовили. И сама графика книжного письма древнерусского, она говорит о том, что действительно перо было ширококонечным. Если мы посмотрим некоторые образцы, мы видим контраст. В каллиграфии контраста называют заметную разницу в толщине штрихов, широких и тонких. В этих образцах мы видим высокий контраст. Пожалуй, исключение здесь составляют вот такие грицизированные почерки, в которых как бы монолинию мы видим. То есть здесь нет такого контраста в толщинах. И в вертикальных, в основных штрихах, в горизонтальных, и в округлых линиях толщина практически не меняется. Если говорить о современных инструментах, то подобную линию давал бы, например, фломастер. Вероятно, здесь была другая заточка пера, и возможно, здесь было тростниковое перо, но если мы говорим о письме с контрастом, там тоже возможно использование тростникового пера, то есть это исключать нельзя. Но для той техники, про которую мы сегодня будем с вами говорить, для большинства приемов нет разницы, птича это перо или тростниковое или металлическое, которым вы будете писать в конце форкшопа, принципы остаются теми же самыми. Есть исключения, про которые я скажу сегодня. И тот материал, который я вам сегодня предлагаю, он относится все-таки к почеркам, вот таким, имеющим контраст. Почерки, подобные этому образцу, мы не рассматриваем. Какой принцип работы ширококонечным пером, от чего зависит толщина линии? Основные моменты. Первый – это, собственно, ширина инструмента. Слева вы видите линия, проведенная одним и тем же пером, но с разной заточкой. Более узко заточенное перо, линия меньше ширины. С правой стороны более широко заточенное перо, линия толще. Следующий параметр – это так называемый угол наклона пера. Это угол между срезом инструмента, между кончиком пера и строкой, линией строки, горизонтальной. То есть, если срез пера стоит на горизонтали, то линия максимально широкая, и она соответствует ширине инструмента. Если под углом находится перо, вот, например, 25 градусов, мы видим, что вертикаль становится уже. Если мы еще больше поднимаем угол, то вертикаль становится еще более узкой. И, наконец, положение 90 градусов дает линию наиболее тонкую волосной штрих. И, наконец, зависимость линии, толщины линии от направления движения. Вот перед вами положение инструмента 0 градусов, вертикаль наиболее широкая и соответствующая толщине инструмента. Диагонали более узкие и горизонталь самая тонкая. Вот пример полуставного почерка. И он написан практически без изменения угла наклона пера. Здесь угол пера 30 градусов. Мы видим, что есть разница между горизонталями и вертикалями, между основными штрихами. При этом основные штрихи толще, горизонтали тоньше. И такое удержание инструмента дает очень равномерный ритм. Линии направлены в одну сторону, они имеют одинаковую толщину. Что касается толщины инструмента, то здесь важна не только сама толщина, но и соотношение ширины пера по отношению к высоте буквы. Если в высоту строки укладывается перо, например, три раза, как в левом образце, то буква массивная, такое черное письмо, темное. Если же больше раз укладывается ширина пера в высоту строки, например, с правой стороны образец, шесть раз укладывается ширина пера в высоту букв. И вы видите, что перо гораздо более светлое, изящное, более легкое. Угол наклона инструмента также влияет на графику. На графику и на скорость письма в том числе. Слева образец из фрагмента Страмирова и Евангелия. Здесь широкие вертикали, тонкие горизонтали. Угол наклона пера 0 градусов. Статичные формы, очень высокий контраст. Затем средний образец полууставной. Здесь угол наклона пера 20 градусов. Контраст снижается, более мягкое соотношение толщин. И такой угол пера, он большую динамику некоторую придает письму. И, наконец, высокий угол пера, он не характерен для древнерусского древнерусского письма. Но все-таки некоторые образцы встречаются. Например, такая уникальная рукопись, в этом образце угол наклона пера составлял 85 градусов. И видите, что здесь мы наблюдаем обратный контраст. Если в первом образце были широкие вертикали и тонкие горизонтали, то здесь напротив горизонтали становятся широкими, а вертикали тонкими. Теперь я предлагаю посмотреть на основные приемы письма. Я сейчас переключусь на другую камеру и буду показывать эти приемы. Буду писать птичьим пером и железогаллыми чернилами, сделанными по средневековым рецептам. Если вам будет не очень хорошо видно, то, пожалуйста, говорите. Птичье перо заточено так, что у него есть срез. Ширина пера у меня примерно чуть больше миллиметра. Да, где-то 1,1 миллиметра может быть. Итак, еще раз покажу, как влияет направление движения и угол наклона инструмента. Я держу перо под углом 0 градусов и у меня вертикальный штрих широкий. Наклонный имеет меньшую толщину и горизонталь волосная. Я решила показать в том размере, в котором мы видим буквы в рукописях. Если вам будет плохо видно, я могу взять другой инструмент, но это уже будет не птичье перо, а что-то другое, и показать им какие-то моменты. Хорошо видно. Замечательно. Если я меняю угол наклона пера, вот у меня вертикаль, проведенная под углом 0 градусов, вот я меняю угол наклона инструмента, у меня одно и то же перо, но я могу сделать линии разной толщины. Как будут выглядеть буквы, если я буду сохранять один и тот же угол наклона пера? Ну и так далее. То есть мы видим разницу толщин, при этом у меня чуть выше, чем 0 градусов. Сейчас угол был и тонкие горизонтали, диагональные штрихи достаточно широкие. Если я сделаю более высокий угол, то у меня тоньше станут наклонные штрихи. В эту сторону направлено, в эту сторону наоборот будут толще. И вы видите, что контраст снижается. Здесь очень тонкие были горизонтали, здесь они становятся меньше. Для того, чтобы перо хорошо писало, иногда нужно сделать начальное движение. То есть не просто поставить перо и провести линию вниз, а сделать сначала тонкий штрих по направлению угла наклона инструмента. Маленькое движение. Такие получаются микрозасечки. И в конце тоже иногда, чтобы снять перо, можно просто его оторвать, а можно сделать движение по направлению среза инструмента. Более подчеркнутые получаются окончания штрихов. И мы видим такие тонкие штрихи. Это позволяет добиться более плотного соприкосновения пера с бумагой, чтобы тушь с пера, чернила точнее, шли равномерно. Затем можно менять угол наклона пера для некоторых штрихов. Например, если я сохраняю угол наклона пера и хочу написать букву «У», то у меня угол около 20 градусов. Видишь, что правый штрих достаточно широкий. Но в наиболее торжественных почерках контраст выше. И, например, чтобы сделать более равномерным ритм, некоторые штрихи надо сделать более тонкими. И для этого песцы могли повернуть перо. То есть здесь я сделала линию под углом примерно 20 градусов, держа срез инструмента по отношению к строке. А для правого штриха я сильнее поворачиваю перо. И линия получается более тонкая. Также возможен поворот пера в процессе выполнения штриха. То есть когда начинается движение, перо стоит под одним углом, а в процессе перо поворачивается. Например, в букве «Ф» средний штрих иногда писался с такой манипуляцией. Я начинаю у меня примерно 5 градусов сейчас. И в процессе движения я поворачиваю в пальцах перо. Видите, что штрих начинался широко, а заканчивается тонко. Да, я показала вам прямые линии. Надо еще посмотреть, как меняется толщина у линии округлой, если мы сохраняем положение инструмента. Смотрите, при выполнении округлой линии с сохранением угла наклона инструмента у нас меняется толщина от самого тонкого к увеличению и затем мы видим утоньшение. И при этом изменение толщины происходит очень равномерно, плавно, и оно характерное для ширококонечного инструмента. Какие еще варианты усложненной техники можно наблюдать в древнерусских почерках? Например, переход пера от соприкосновения с бумагой полного на уголок. Так что движение начинается, когда все перо стоит на бумаге, а в конце только уголок будет стоять. В частности, такое движение мы можем видеть при выполнении треугольных засечек. Например, буква Б. Ну, конечно, это очень мелкий размер. Я сейчас, наверное, покажу еще другим инструментом, чтобы было лучше видно. Вот я держу перо, у меня все оно стоит на бумаге. И при движении вниз я проворачиваю его в пальцах, так что в конце только уголочек пера стоит на бумаге. Получается форма треугольника. Либо, например, это может быть не такой маленький элемент, а, например, более длинный штрих, более длинная засечка. Буква Ять – это из рукописи 16 века. Такой длинный штрих слева, справа треугольная засечка с переходом на уголок, и здесь тоже с переходом на уголок. При этом часто такие засечки треугольные заканчиваются штрихом, выполняемым углом пера, то есть просто линия проводится уголком пера. Если вы просто поставите перо на бумагу и проведете такой штрих, то бывает, что след не остается. Чаще всего это движение происходит, когда уже есть какой-то штрих, когда из него, из того штриха, который есть на бумаге, в котором еще есть сырые чернила, вытягивается линия. Если такое можете показать, больше инструмента, думаю, что это хорошо. Да, я сейчас хочу как раз это сделать. Вот такой инструмент. Конечно, не птичье перо, но зато будет лучше видно. Надо ли показать еще вот эти приемы, или их было видно, они понятны были? Хотя, конечно, птичье перо более пластичное, и такие элементы птичьим пером получаются лучше. Так, наверное, здесь лучше будет видно. Вот такое движение. Вот при работе этим инструментом чернила не так хорошо тянутся за пером. И вы видите, что здесь остается такой прогал. А птичьим пером, особенно в маленьком размере, здесь более закрашено получается. Но в любом случае, даже при работе птичьим пером, часто делается восходящий штрих, который помогает замкнуть форму, придать ей четкое окончание с правой стороны. И восходящий штрих наверх. Вот эта часть, она обычно в маленьком размере закрашенная остается. Затем, что еще может использоваться? Разная степень соприкосновения пера с бумагой в плане плотности прилегания. Уже речь не о переходе на уголок. Перо стоит равномерно, но может быть проведен штрих, так что перо касается бумаги плотно достаточно. Может быть проведен штрих, так что перо едва касается бумаги. Вот еще немножко и оторвется. И тогда линия будет немного тоньше. Это такая разница минимальная, поэтому я не знаю, насколько это будет видно хорошо. Такой прием мог использоваться для написания букв надстрочных. Тогда надо, чтобы они были более маленькими. И тогда не так плотно прилегало перо, очень легкое было удержание. И напротив можно сильнее нажать на перо. И вот здесь есть различия в пере птичьем и пере тростниковом. Кстати, могу показать также тростниковое перо. Оно заточено достаточно широко. Кстати, попробуем треугольную засечку. Может быть сейчас им получится лучше. Да, достаточно хорошо. То есть здесь принцип работы тот же самый. Широкий кончик пера. Линии, проведенные... В одну сторону широкие. Если я сохраняю угол, в другую сторону будут тонкие. Но тростниковое перо менее пластичное, чем птичье. И птичье перо позволяет сделать нажим. Не при всякой заточке он будет сильный. Не при всякой заточке пероточнее. Например, это перо у меня очень жесткое, и оно не дает очень сильный нажим. Но другим пером я попробую вам показать. В древнерусском письме с нажимами мы сталкиваемся в основном в скорописи. В скорописи часто можно наблюдать усложненный ритм. Когда есть толщин линий, которые обуславливаются заточкой инструмента ширококонечной. Но где-то мы видим всплески толщины. Усиление нажима дает такую линию. Видите? Вот все эти толщины, они появляются по тому принципу, что мы ранее рассмотрели. А вот здесь я нажала на перо. Сейчас я без туши, без чернил, точнее, скажу. Насколько видно, язычки пера расходятся. У пера есть разрез. При нажиме язычки пера расходятся. И линия получается такой толщины, насколько разошлись усики. Но, в принципе, даже без разреза, если просто нажимать на птичье перо, гибкое, то тоже можно сделать усиление линии. Можно ли применить нажим для таких книжных почерков? Да, в принципе, это возможно. То есть вот у меня толщина линии без нажима. Посмотрите, насколько я могу сделать более широкую линию. Но при этом сам характер линий, он своеобразный. Потому что перу нужно какое-то время, чтобы раскрыться, раскрыть усики. И какое-то время, чтобы их собрать. Поэтому начало и окончание штриха здесь не такие четкие, как при работе, в той технике, что я показывала до этого. Но, в принципе, использование засечек может придать штриху более завершенный вид. И часто все-таки при нажиме мы можем наблюдать некоторую форму, похожую на бочонок. То есть максимум толщины будет не на самом конце линий, а ближе к середине. Но, исходя из наблюдений за графикой древнерусского письма, в книжных почерках нажима практически не встречаются. В древнерусских рукописях. И возможен другой подход к письму. Когда толщину уже будет не само перо задавать, не его срез или срез при нажиме, а количество штрихов, совершаемых для выполнения элемента. То, о чем мы говорили сейчас, можно относить к простому письму. Но есть такое явление, как составное письмо. Когда основной штрих будет не за одно движение выполняться, а, например, за два. Штрихи накладываются друг на друга. Они могут быть параллельными, а могут быть не совсем прямыми по форме, а расходящимися в стороны. Сейчас я будем увеличены. Покажу. Утрировано. Вот так. И тогда будет красивое, элегантное расширение на концах штрихов. Здесь я написала букву, в которой основные элементы, штамбы букв, основные вертикали состоят из двух движений. Этих движений может быть и больше. Например, три. И, в принципе, если перо будет заточено уже, то такую же букву я могу сделать по высоте и с большим количеством движений. И такая техника позволяет более сложную форму делать и больше контраст создавать на листе. При этом какие-то буквы могут быть более массивными, какие-то буквы не иметь штрихов дублирующих. И, скажем, отстрочные буквы будут более легкими, более светлыми. Еще одна техника, которая к книжным почеркам, наверное, не совсем относится, но, например, для букв заголовочных, для заголовочного письма вязи, например, для инициалов простых. Она могла применяться, когда буква скорее рисуется. То есть не такое определенное количество штрихов. Штрихов может быть очень много, столько, сколько нужно, чтобы добиться нужной формы. При этом тоже может использоваться то же самое ширококонечное перо. Понятно, что, возможно, и какая-то смесь техник разных. То есть здесь можно и уголком что-то дорисовать, подправить форму. Ну, это, скажем, простой инициал достаточно, но и более сложные инициалы. Это, которые не выполнялись с золотом, в красках, а просто киноварные с орнаментом. Тоже вот такой техники ширококонечным пером могли выполняться. И я бы хотела показать вам принцип работы остроконечным пером. Хотя в древнерусской каллиграфии мы имеем дело все-таки с пером заточенным не остро. А техника остроконечного пера – это скорее уже XIX век, когда появились металлические перья. Но просто чтобы было понимание, в чем разница подхода, в принципе. Если здесь, даже в этой технике составного письма или в рисовании, даже при нажиме, у нас есть некий модуль, который задает срез инструмента, то при работе остроконечным пером такого модуля нет. Линия тонкая. Если мы не нажимаем на инструмент, в любую сторону я могу как угодно держать инструмент. И если я не нажимаю, в любую сторону линия будет тонкой. И если я хочу сделать линию широкую, то я должна нажать. Насколько я нажму, настолько широкая линия и получится. Вы видите, что тоже здесь начало и завершение штрихов, они округлые, более смазанные. Если мне нужно сделать более четкое начало и завершение, то тогда тоже такое дополнительное движение, засечки могут помочь это сделать. Это основные приемы, которые могут использоваться. Сейчас я хочу вам показать рукописи, и чтобы мы рассмотрели, как по графике письма можно эти приемы определить. Если какие-то есть вопросы сейчас, что-то еще показать, то пожалуйста. Если вопросов нет, тогда я переключаюсь на демонстрацию экрана. Да, значит, сега ела тук, да дадам вас вопрос. Има един вопрос. Спасибо вам огромное. Мы просто удивлены, как хорошо вы пишете, и мы боимся, что мы провалимся на экзамен. У меня много вопросов, но они касаются, скорее всего, распознавания почерков. Когда вы нам показали, скажем, например, что толщина штамба могла быть больше, когда три раза перо делает ширину штамба. Но как это можно различить от пера, у которого есть ширина большая? Ну, это возможно практически узнать, когда изучаешь рукописи. Можно как раз сейчас мы и поговорим об этом? Ага, ну хорошо. Супер. Это основная тема, можно сказать. Так, переключаемся на демонстрацию экрана. Я предлагаю вот такой подход при анализе письма, техники письма, рукописи. Сразу повторю, что мы говорим о письме, в котором мы видим разницу толщины. Не знаю почему, но слышно письма сейчас. Я поняла. Вот так. Лучше слышно? Да, спасибо. Да, это у меня опять звук был на другой камере. Будем отвечать на такие вопросы. Первое. Это определение способа выполнения букв. Какое это письмо? Простое это письмо, составное это письмо или рисование. Но рисование я здесь указываю для того, чтобы полную палитру возможных вариантов представить. Но в книжном письме все-таки в основном мы будем иметь дело с письмом простым или составным. Затем это определение, вытекающее, в общем-то, из первого пункта. Определение ширины пера и соотношение ширины пера к высоте буквы. Третье. Это определение основного угла наклона пера. То есть даже когда идет изменение этих углов, все равно есть основной угол. Большинство штрихов чаще всего выполняется при одном удержании инструмента. Это просто быстрее, эффективнее при работе. Затем выявление использования усложненной техники. Вот те самые изменение угла наклона пера, вращение пера в процессе движения, переход на уголок, использование нажима. И, наконец, можно сделать также реконструкцию дуктов, то есть количество, последовательности и направление штрихов. Мы рассмотрим, как определять эти параметры на трех рукописях из собрания Российской национальной библиотеки разного времени. XIV век, XV и XVI. Везде это письмо очень высокого качества. И вы видите, что различные по графике и по типам письма образцы. Начнем с самого позднего и самого простого по графике. Это полустав лицевого летописного свода. Это 70-е годы XVI века. Простое это письмо или составное? В один штрих делались штамбы или в несколько штрихов? Что мы видим? Во-первых, очень равномерный ритм. Большинство линий, направленных в одну сторону, имеют одинаковую толщину. Сами штамбы букв равномерные по толщине. Не имеют заметных утоншений и утолщений. Обращаем внимание на окончание штрихов. Срезы. Потому что при работе ширококонечным пером такие срезы показывают ширину пера. И они здесь одинаковые для всех штрихов. Что касается надстрочных букв, то иногда можно, букв и знаков, иногда можно увидеть, что линия чуть тоньше, штрих чуть тоньше, чем основной штрих. Вот, например, здесь в букве G надстрочной. Вертикаль чуть меньше, как будто по толщине, но незначительно. И, наконец, смотрим на округлые буквы широкие. Например, O. И мы видим, что здесь изменение толщины, оно здесь есть. Оно соответствует такой простой работе ширококонечным пером, который я сейчас показывала. Эти признаки говорят о том, что перед нами простое письмо. Мы видим, что здесь одинаковая толщина линий и вот те параметры, про которые я говорила. Когда мы смотрим на окончание линии, какую бы мы линию ни взяли, эти срезы, они будут одинаковые примерно. И таким образом мы определяем ширину пера. Вот мы смотрим на окончание линии и мы видим, какой ширины был пером. В данном образце перо было примерно шириной 1,3 миллиметра. И в высоту буквы ширина пера укладывалась три раза. Немного. Поэтому само письмо, оно такое достаточно темное. Буквы плотные, массивные. Просветы внутри букв небольшие. По тем же срезам линий можно определить угол наклона инструмента. И для большинства букв это будет угол около 20 градусов. Такое постоянное сохранение угла наклона инструмента и дает этот равномерный ритм. Есть ли здесь усложненная техника? Да. Для некоторых линий висец менял угол наклона инструмента. Например, для выносных элементов буквы R, буквы U угол наклона пера увеличивался. Как это можно определить? Во-первых, по окончанию линий, по срезу он демонстрирует более высокий угол. Во-вторых, по толщине линий. Но здесь уже необходимы, скорее, эксперименты с написанием этих линий. Потому что при сохранении угла 20 градусов этот штрих был бы шире. Поэтому здесь перо явно немножечко было повернуто. Также мы можем встретить и изменения толщины линии, когда перо вращалось в процессе движения. Буквы F. То, что я вам показывала. Начало штриха угол 20 градусов. В окончании штриха угол увеличился вплоть до 40 градусов. И таким образом штрих становился более тонким к низу. Даже в середине он более тонкий, чем сверху. И смотрите, для самой буквы это выгодно. Почему так делалось? Здесь слева штрих, справа штрих их много. И если бы линия была более широкая в центральной части, это увеличивало бы массу букв. Здесь хочется сделать ее более легкой и угол увеличивается. Линия делается тоньше. Использование такого приема, когда перо от полного соприкосновения с бумагой переходит на уголок для выполнения треугольных засечек. Здесь мы видим, что в самом начале ширина засечки соответствует ширине пера. То же самое, что в штамбе. И в конце заканчивается просто точкой одной. Что было бы невозможно сделать, если бы перо не оторвалось полностью от бумаги. Так что только кончик остается. И также вот в этой букве это есть, но может быть немножко светлые чернила не так хорошо видно. Такой выход тонкой линии сверху. Это как раз движение уголком пера наверх для завершения формы и для такой большей остроты засечки. Ну и наконец надстрочные знаки. То, что иногда ширина линии чуть меньше, чем основные штрихи. Здесь как раз используется неполное соприкосновение пера с бумагой. Точнее, не то, что неполное, более легкое соприкосновение. Но здесь это минимально. Просто небольшие такие отличия тоже можно увидеть. В целом это письмо простое, но есть некоторые буквы, в которых мы видим приемы, которые близки составному письму. Букви О и букви Р, букви Ю также. Есть дополнительные штрихи, затемняющие пространство. Посмотрите, вот буква О, где просто два штриха слева-справа. И посмотрите на букву Ю. Она более темная, более плотная, ее маленький просвет. Хотя она уже, но тем не менее, если просто написать два штриха эту форму, то просвет внутри будет больше. Здесь же делаются дополнительные движения, вот такие, буквы Р также, которые закрывают пространство внутреннее. И остаются совершенно маленькие просветы. Мы с Олегом Ацуевым делали такую схему, реконструкцию дуктов письма. Реконструкция, направление, последовательность и количество движений. Конечно, такая реконструкция, она имеет и условность некоторую, потому что нельзя утверждать, что именно так делал писец, что последовательность, например, была точно такая же. Потому что в некоторых случаях при разной последовательности штрихов графика будет одна и та же. То есть на результате письма мы не увидим отличие. Но все-таки некоторые признаки есть, которые могут помочь. Например, для определения количества движений. Да, я не сказала об одном важном моменте. При работе ширококонечным пером удобно писать сверху вниз и слева направо, если пишешь правой рукой. В другую сторону перо может идти, но оно как бы не так легко идет. Оно цепляется больше за бумагу. Поэтому для выполнения небольших элементов, можно легко в любую сторону провести. А вот если не имеющие элементы небольшую, то удобно делать сходу вниз и слева направо. Могу, но я не очень поняла, с какого момента. А сейчас меня хорошо слышно? Да. Сейчас да. Вы объяснили, что человек, который пишет прямой рукой, пишет сверху на долу и слева направо. Да, я поняла. После этого. Хорошо. При небольшом размере штриха можно сделать движение и наверх. Скажем, вот эта форма, буква B, здесь маленькая высота буквы, порядка 4 миллиметров. Вот такой элемент можно сделать за одно движение. Как же он выполнялся? И здесь нам подсказывают неточности письма. Мы видим, что, посмотрите на форму, вот такой выход. Видите? Это форма, который как раз показывает не совсем точную состыковку штрихов. То есть эти формы делались, скажем, буква Y в два движения. Одно движение и второе. И вот там, где не совсем точно удавалось соединить штрихи, мы можем увидеть вот такие выходы. При движении просто наверх форма была бы четкая. То же самое касается буквы A, например. Ну, здесь не A, а азиутированный. Ну, для A это тоже относится. Эти движения делались ли они отдельно сверху вниз, каждая? Это и это. Или же за одно движение можно было бы сделать вниз и наверх. Тоже мы видим, что иногда есть несостыковка штрихов. Значит, движений было два. И движения были сверху вниз. Потому что если бы мы писали снизу вверх, даже в два движения, то тогда меньше повода ошибиться. Ты можешь точно поставить в то место, откуда тебе надо выйти. А вот когда ты соединяешь штрихи, то здесь возможны такие неточности. В букве S мы тоже видим такой выход слева. Как раз дополнительный штрих, который делает более массивный вниз буквы. Здесь не совсем точно совпал с первым штрихом. Мы видим его выход. Даже угол наклона инструмента можно увидеть. Что касается последовательности штрихов. Ну, вот, например, буква D. Можно было бы написать сначала левый, потом правый штрих, либо наоборот. И здесь такой момент. При выполнении тонкого штриха, точнее, наклонной линии в эту сторону, она получается не широкой. И меньше чернил в штрихе остается. И они быстрее сохнут. И когда мы этот штрих перекрываем следующим, более широким, то у нас получается достаточно чистое соединение. Здесь практически не растекаются чернила. Во всех буквах это будет немножко по-разному. Где-то, например, если писец только-только окунул перо в чернила, и их много на пере, то и тонкий штрих может быть так переполнен краской, что она размажется немножко при выполнении второго движения. Но, тем не менее, в большинстве букв мы видим, что соединение достаточно чистое. А вот буква Х. И здесь, посмотрите вниз, те же самые линии, тоже толщины. Вы видите, как здесь растеклось? То есть здесь явно сначала выполнялся широкий штрих, а потом пересекающий его тонкий. И при прохождении пера через широкую линию происходит такое вытягивание чернил из широкого штриха, и получается такое затекание. Буквы П и буквы С. Смотрите, тоже мы видим такое затекание. Вот здесь оно есть, здесь его нет. И оно меньше. И мы можем здесь наблюдать то, что движение совершалось слева направо. То есть из первого штриха вытягивали из широкого штриха, а во второе мы заходили вовнутрь штриха, и тут уже не было поводов для того, чтобы такое затекание произошло. И, конечно, такой важный момент – это экспериментальная проверка. Разобрав на дукты, мы прописывали затем по этим дуктам буквы, сравнивали с оригиналом, чтобы понять, все ли совпадает. И на этой стадии тоже можно выявить какие-то моменты, которые не сразу можно сочетать в самой рукописи, но в процессе письма ты видишь, что при таком движении, например, нужная форма не получается. Если движение меняешь, то форма выходит. Конечно, такая работа уже предполагает опыт каллиграфический. Писец Яков, известный новгородский писец, настоящий мастер. Это литургический полустав, очень качественное письмо, вытянутые пропорции, контраст, достаточно заметный, но и в то же время сдержанный. И очень богатые нюансы письмо. Если мы сравним, например, с тем полуставом, который мы смотрели до этого, то здесь буквы более сложны по своей графике. И один из моментов, который обращает на себя внимание, это форма штамба. Смотрите, здесь штамп примерно равномерный по толщине. Мы видим некоторое утоншение сверху, потому что здесь линия идет не по прямой, а немножко загибается кверху. Поэтому здесь перо дает более тонкую линию сначала. Но тем не менее толщина равномерная. А здесь у Якова мы видим расширение на концах штамбов. Как это можно было бы сделать при работе ширококонечным пером? Например, вращая перо в процессе выполнения штриха. То есть, если сначала у нас более низкий угол, в данном случае около 10 градусов, 5 где-то, потом угол увеличивался бы, книзу снова уменьшался. Либо за счет нажимов, но при нажиме на перо сложнее сделать утолщение на концах штрихов. Про это мы с вами говорим. Но и та и другая техника, она, конечно, достаточно сложна. Скажем, если делать такой штрих за счет вращений, то это сложно. И настоящим виртуозом надо быть. Более внимательное рассмотрение рукописи привело к выводу, что здесь подход был другой. Здесь просто было наложение штрихов. То есть штамбы букв создавались не за одно движение, а за два. И толщина пера не соответствует здесь ширине среза штамба. Что говорит о такой технике? Как это можно определить? Первое – это сложная форма штамбов, расклешенная в данном случае, к концам. Следующее – это то, что ширина штамбов меняется от буквы к букве. При этом срезы, окончания элементов, они расположены под одним углом. Потому что, в принципе, можно предположить, что если угол наклона пера меняется, то будет разная толщина линии. Хотя сложно представить себе, это неудобно было бы при письме, так чтобы перо все время меняло угол. Все-таки песцу удобно взять один угол и выдерживать его как можно больше. Но здесь, если бы толщина менялась от угла пера, то тогда срезы были бы под разным углом к горизонтали. Здесь же срезы под одним углом. Толщина меняется. Особенно даже в одной букве может проявляться. Буквей П, например, смотрите, левый штамб и правый. Буквей Н – левый штамб и правый. Следующее – это разница в ширинах самых широких элементов разных букв. Например, буквы основного письма и буквы надстрочные. Посмотрите, какая толщина линии здесь и тут. Здесь значительная разница. И здесь, конечно, не только буквы, но и надстрочные знаки. Вот эти, например, посмотрите. Толщина значительно меньше. Буквы в конце строки. Иногда торы становятся более тонкими, более светлыми. В этой рукописи два столбца. И при этом Яков старался очень четко соблюдать выключку. И там, где буква полноценной ширины не помещалась, он просто не дублировал штрихи. Вот здесь мы видим широкая линия, а вот здесь более узкая. И также есть буквы в основном письме, которые немножко выделяют среди остальных, такие сигнальные буквы. Например, буква ФИТА здесь. Вы видите, что основные штрихи этой буквы тоньше, чем у других букв. Еще один признак – это наблюдение за неточностями письма. Хотя это очень качественное письмо, и таких моментов немного. Но, тем не менее, их можно найти. Например, буква О. Вы видите, что и здесь дублирующие штрихи, которые создавали большую массу, большую толщину в этих местах. Вот здесь немножко не сошлись линии. Мы видим, как вышла линия. На самом деле, даже само распределение толщин здесь, оно тоже говорит о том, что это непростая техника. Потому что при обычной работе ширококонечным пером в одно движение распределение толщины было бы немножко другим. Вот здесь не было бы так тонко, здесь было бы шире. Здесь получается не такое равномерное, не такое плавное нарастание и убывание толщины. Более тонко вверху, сверху и больше толщина в центральной части. А вот эти линии декоративные, пересекающие округлую форму, они как раз нам показывают толщину пера реально. Вот здесь мы тоже видим два штриха, выполняющие штамп, и один штрих немножко раньше закончился. При такой технике становятся особенно важны горизонтальные засечки, потому что они помогают соединиться этим штрихам. Часто даже если штрихи не совсем на одинаковой высоте закончились, но при выполнении горизонтальной линии они сольются в одну форму, этого не будет заметно. Но иногда чуть раньше заканчивался, например, штрих, и поэтому мы видим вот такую ступенечку возникающую здесь. Или наоборот, правый штрих продлился сильнее. Здесь буква Е пролетела линия, буква А тоже есть засечка, но левый штрих слишком низко начался, и поэтому не слились в одну форму штрихи. И еще один момент, это то, что, так как штрихи накладываются друг на друга, то в месте наложения мы можем наблюдать больше скопления чернил. Чернил или киновари, например. Такие моменты лучше всего видно на просвет. Но даже на обычных снимках немножко вы можете различить более темную полосу в центре штампа. Все эти признаки должны, конечно, рассматриваться в совокупности, потому что по отдельности некоторые колебания толщины штампов могут быть связаны, например, с различным количеством чернил на перье. Если писец более небрежно пишет, много набирает чернил, так что такой затекающий штрих возникает, то он будет толще, чем штрих, который написан на чернил совсем мало. Или, например, более темная серединка иногда даже просто работа ширококонечным пером с разрезом дает такой эффект, когда в месте, где есть разрез пера, чуть более темное окрашивание штриха происходит. А вот в совокупности этих признаков можно говорить о том, что перед нами письмо составное. И, конечно, такая техника позволяет сделать более сложную форму, более нюансную и большего контраста добиться. Писец использует здесь и изменение наклона пера, например. Основной угол здесь 10 градусов, но, например, для горизонтали D, горизонтали Ш, перо разворачивается для того, чтобы линия была более широкой. И получается, что наклонные штрихи вертикальные, когда нет дублирования линий и горизонтали, они оказываются одинаковы по толщине. Есть также небольшое изменение угла наклона инструмента при выполнении некоторых линий, но оно совсем незначительное. Тоже по окончаниям линии можно это увидеть. И что касается засечек треугольных, то так как здесь более узкое перо, то в целом треугольную форму можно сделать без этой сложной манипуляции с переходом на уголок. Просто два движения. При этом, смотрите, здесь треугольная засечка заканчивается совсем острой вершиной, а с правой стороны мы видим срез, соответствующий ширине пера. Здесь ширина пера была примерно 1 мм и в высоту укладывается 5,5 раз. Если бы это было простое письмо, то такое соотношение дало бы гораздо более светлые буквы. Мы с вами рассматривали один образец, говоря о том, как влияет соотношение ширины пера к высоте буквы на графику. Там как раз был образец, где 6 раз укладывается ширина пера, и там гораздо более светлое, более легкое письмо по сравнению с тем, что мы наблюдаем у Якова. И для прописи Апостола, 1391 год. Также мы знаем имя писца, его звали Марк. Сложная графика. И сразу же мы можем заполадить использование со стороны письма. Так оно и есть. Здесь использовалось только не два штриха для выполнения. Штамба А3. И признаки, по которым мы это можем определить. Смотрим на толщину основных линий в основных буквах и в буквах надстрочных. И в надстрочных знаках. Мы видим, что она здесь большая. Прямо заметная разница. Очень тонкие штрихи на строчных знаках и массивные штрихи основных букв. Неточности письма. Тоже нам показывают, как происходили движения и сколько их было. Мы видим, что не всегда четко состыковываются штрихи, где-то пролетают за форму. И мы видим при этом реальную ширину инструмента. В этой рукописи более светлые чернила. И здесь особенно хорошо видно эту полосатость. Мы видим как раз, что три штриха дают две широкие полосы в форме. Конечно, эти моменты лучше наблюдать, работая с самой рукописью. Потому что на снимках не всегда можно так увеличить. Не всегда качество фотографий позволяет увидеть эти вещи. Но особенно при работе с рукописью можно повернуть листы на просвет, посмотреть. И тогда все становится более очевидным. Некоторые буквы в самом письме, так же как буква фита в прошлой рукописи. Здесь буква омега является такой сигнальной. Мы видим, что у нее штрихи гораздо более тонкие, чем в остальных знаках. И так же здесь можно увидеть некоторый перевернутый контраст. Когда самыми широкими становятся не вертикали, а горизонтали. Как буква Р, например, буква О. Потом мы еще посмотрим. Такую форму тоже говорит о том, что техника более сложная. Реконструкция дуктов. Сравнение того, как выполнялась треугольная засечка. В письме летописного свода одно движение. У Якова два движения. У Марка три движения. Но при этом получается, что хотя, если мы сравниваем письмо Якова и письма летописного свода, у Якова больше движений, но сами движения проще. То есть в каком-то смысле такая техника выполнения букв, она делает письмо более долгим, более медленным. Но нам удобно ту же самую форму сделать без наложения штрихов дополнительных. Но это очень сложно. И вот здесь, например, буква О особенно. Посмотрите, снаружи она округлая, внутри она имеет форму прямоугольника. Работая в простой технике, без наложения дополнительных штрихов ширококонечным пером, за два движения это невозможно было бы создать. Все равно приходилось бы как-то разрывать, очень сложно манипулировать, дорисовывать. И я говорила о том, что полиографы часто переносят свой опыт на исторический материал, свой опыт письма. Но то же самое и каллиграфы. И каллиграфы, работая с почерками подобного плана, с поздним уставом, предлагая варианты, как написать эти буквы, предлагали множество манипуляций с работой половины пера, вращением очень активного инструмента, переходом на уголок, где-то дорисовкой. Потому что тоже сложно было представить, что на самом деле здесь просто много движений. На самом деле это не так сложно все выполняется. Несколько слов о том, мог ли один писец применять разную технику. Профессионал, конечно, владел несколькими манерами. И они могли быть такими, чтобы предполагать разную технику выполнения. Перед вами рукопись, написанная в 1475 году, Песцом Закхеем. Интересный писец, выдающийся мастер. И здесь простой полустав. Почти одно и то же положение инструмента, один и тот же угол наклона петербурга. Здесь есть разрывы, отдельные штрихи. Но письмо достаточно простое. Еще один образец, принадлежащий Перу Закхея. Песцовая запись в Евангелии, так называемой Влаамской Евангелии 1495 года. И здесь скорописный полустав, больше соединений между буквами, более связанной формы. Здесь меньше разрывов, меньше отрывов пера от бумаги будет, чем тон образца, что мы смотрели до этого. И тоже письмо Закхея, Евангелие Апракас 1523 года. Полустав, но другой по характеру. Если там был простой полустав, то здесь полустав литургический, очень торжественный, вытянутый по пропорциям, контрастный и более нюансный по форме. В частности, мы видим здесь треугольные засечки. Если в том образце, который мы смотрели в самом начале у Закхея, там просто движение вниз, то здесь вот эта треугольная форма, которая выполняется с переходом на уголок. В каких-то буквах он меняет угол наклона пера, чтобы сделать штрих более узким. Вот в букве С, например, здесь она не полностью вошла, но этот штрих более узкий, чем в ту же сторону направленный штамм. Ну и, наконец, самое интересное, это тоже Закхей, то же самое Валаамское Евангелие, песцовую запись, из которого мы смотрели. Но это уже основное письмо. Тоже литургический полустав. Но посмотрите, он отличается. И здесь другая техника. Здесь составное письмо. Мы это видим по расширению штамбов на концах, по соотношению надстрочных элементов, надстрочных букв с основными штамбами, с толщиной штамбов, по форме букв. То есть он использовал, получается, и простое составное письмо. Но надо отметить здесь, что эти два варианта торжественного полустава, они отличаются по графике. То есть он ставил перед собой другую задачу. Сделать шрифтовая модель, которая была, образ, который он хотел создать, была иной. И для того, чтобы ее воплотить, ему понадобилась такая техника. Возможно, если рассматривать разную технику, применяемую для создания очень близких форм, то здесь могли быть разные письцы. Можно говорить в пользу того, что письцы разные, так как они одну и ту же форму создают разными методами. Ну и, наконец, то, о чем мы говорили, это все древнерусские образцы, древнерусские почерки. Что касается южнославянского письма, то здесь мы тоже видим обе техники. Это не та сфера, не та область, в которой я много работала. Поэтому такой просто беглый взгляд на образцы южнославянские позволяет увидеть, что составное письмо и простое письмо здесь также использовалось. Например, Мирославово Евангелие. В одной рукописи мы видим и простое письмо, и составное. И вот такие образцы. Это простое письмо. Может быть, где-то в некоторых буквах есть элементы составного, но в основном все написано в одно движение. Так, а еще один образец потерялся. Так, я попробую его налетить. В другой цешке. Что очень красивый, там такая просто сразу видно, что техника составная. Нет, к сожалению, он не сохранится. Вот, на этом теоретическая часть. Теоретическая часть я завершаю. Спасибо за внимание. Мы перейдем к практике, но прежде, если у вас есть вопросы, комментарии, то пожалуйста. Конечно, вопрос который напрашивает сам собой. Если Закей не подписывал свои рукописи, то могли ли мы узнать, что эти три разные подчерка принадлежали Закею? Если там не было подписи писца, какие образцы узнать, что все эти разные формы писца принадлежали в одной руке? Я думаю, что если бы он не подписывал, эти рукописи не подписаны, мы знаем, что это он, но если бы не подписывал, я думаю, что мы бы не узнали, что это один писец. Я тоже так думаю. У нас есть такой классический пример с рукописи Владислава Граматрика, который работал в 15 веке в Рудском монастыре. И у него может быть два, если не три, если не четыре способа письма. И так как он подписывал свои рукописи, нам известно, что он мог писать этими разными способами. Если нет, то получается в том же самом случае, как Закей. Да. Значит, по-моему, мы можем говорить о том, что скорее всего, что некоторая школа, скажем, воспитывала у писцов такие или иные навеки письма, но узнать кто-кто, по-моему, это будет очень трудно. Значит, традиция школы, по-моему, от того, что я видела сегодня, кажется, что легче будет узнать, кто как обучался, скажем, но в куску это просто, по-моему, очень трудно узнать. И, собственно, как вы скажете и как вы думаете, у меня есть много таких случаев, когда манера письма меняется просто от буквы в букв. Или, скажем, до середины строки там, кажется, одна рука, а во второй половине строки начинается другая. и это с точки зрения экономичности письма это выглядит очень неэкономично. И поэтому мы всегда задаваем себя все тот же вопрос. Это разные писцы или просто это один писец, который в процессе писания изменяет своя манера письма? У вас были, наверное, такие случаи? Ну, тут хорошо смотреть образец, чтобы понять, насколько он сильный на меня. Я вам пошлю. Да, спасибо, мне очень интересно. К сожалению, потому что микрофильм из Янайского монастыря и там все очень плохо видно, но это видна. Ну, скажем, тот же самый Закхейн, есть ряд рукописей, которых он идентифицируется по почерку, в частности, Анатолий Аркадьевич Туриловым. И в одном Евангелии, в одной рукописи есть страницы, написанные составным полуставом литургическим, есть написанные простым, но, конечно, не в одной строке. То есть это, конечно, удивительный случай, потому что это сильно влияет на восприятие страницы. Может быть, это не такие торжественные рукописи, как на престольное Евангелие, например. Конечно, есть и эксперименты, например, в Уславской Псалтире, где вся рукопись это эксперимент, и писец с разными совершенно манерами, он пробует и так, и так, и так, видимо, никто до него не писал, но таких случаев не так много, пожалуй. Хорошо, спасибо. Очень интересно будет посмотреть, я вам тогда напишу, потому что так сложно сказать, чтобы очень большая была разница буквально в одной строке. Хорошо, я прошу вам. Да, пожалуй, есть один момент, за который можно зацепиться. Если, например, техника предполагает дублирующие штрихи, то есть, например, он пишет в несколько штрихов, то, что мы сейчас смотрели, это образцы, в которых очень регулярно используется одно и то же количество движений. У Марка в этом позднем уставе буква М пишется в 17 движений, и каждая буква М пишется в 17 движений. Но в более ранних почерках мы можем увидеть меньшую регулярность, когда одна буква шире, другая буква Т будет с более широким штампом, другая с более узким. То есть это не было видимо целью делать все настолько унифицированно. И здесь можно предположить, что где-то писец много составлял, потом каким-то причинам решив ускорившись, решив ускориться, например, он начинает меньше делать движений, буква становится светлее. И если не было задачи сделать такую парадную рукопись, чтобы все было идеально, то такое могло быть. А, и когда рука устает, то если главное просто передать текст, то полно. Спасибо. У меня более практические вопросы. Вы говорили в один момент к началу, что у вас рецепт для не для туши, а как это другое? Да, для чернила. Это в той же рукописи, где рассказывает, как пишет? Возможно, там есть, точно не помню. Вообще, сохранилось несколько рецептов, но рецепты, которые в древнерусских источниках мы можем найти, они не очень конкретные. То есть там нет такой очень четкой пропорции, которой можно следовать, но примерно ингредиенты, процесс, какое-то количество можно себе выяснить. И, кстати, в РНБ проводили эксперимент по изготовлению чернил по этим рецептам, и вышла статья. Я занималась тем, что проводила эксперименты с этими чернилами, писала имя, оценивая их качество, их особенности для выполнения того или другого типа письма. Но в целом по принципу изготовления чернил, это близко к тому, что использовалось в Западной Европе, и там более есть четкие рецепты, более конкретные. И те чернила, которые сейчас использовала я, они покупные, английские, кстати, чернила, сделаны по средневековым рецептам, западноевропейские. По их особенностям это то же самое, что я пробовала, выполненные по древнерусским рецептам чернила. Если вам интересно, рецепт могу прислать. Да, было бы интересно читать. То есть нету местных каких-то ингредиентов, которые как отличают, скажем. Ну, здесь используются те чернила, которыми писала я и которыми не могу сказать точно с какого времени дренировские писцы использовали, но полустав в основном уже такими писался. Железогаловые. Они делаются из наростов на дубовых листьях. Может быть, вы встречали на листьях дуба, бывают такие круглые, даже вот такого размера шарики. Это насекомое, паразит, орехотворка, откладывает личинку, и там вырастает такой галл, так называемый. Они очень богаты галловой кислотой и из них делают чернила. Так что здесь есть какие-то особенности региональные, потому что не везде много этих галлов, но, тем не менее, они очень распространены, эти орехотворки, так что много где использовали такие чернила. И у меня еще другой вопрос. А вы пробовали писать, скажем, целый день и понять, сколько получается, сколько, скажем, страниц получается заполнить? Сколько сделать? сделать? Пожалуй, целый день я не пробовала писать. Сколько ты можешь написать в день? Я думаю, что все-таки есть индивидуальные особенности. Кому-то такое время удобно работать, как кому-то больше. Но мы с Олегом Асуем делали эксперименты относительно скорости письма, например, этих рукописей. И мы просто засекали, сколько времени занимает написание страницы. И таким образом можно рассчитать, сколько часов ты мог бы выделить в день, сколько написать. И, конечно, скорость выполнения составного письма в два штриха меньше, чем простого письма в три штриха еще меньше. точной цифры я сейчас не приведу, но в статье у нас это есть. У меня тоже технический вопрос по-другому. Какое должно быть качество фотографии, чтобы посмотреть такие тонкости? Нам очень важно, потому что мы хотели собирать фотографии разных письцов, и нам надо определить, какое качество. Пожалуй, никогда не обращала внимания на цифры, но те снимки, которые сейчас мы смотрели, они были сделаны, я могу уточнить, наверное, делать в библиотеке, в РНБ, какие они по качеству, могу вам прислать данные. Могу сказать, что, например, выложенные на сайте РНБ рукописи, качества этих снимков недостаточно. недостаточно, да-да. Я тоже так думаю. Можешь какое-то ощущение есть, что это, но увеличиваешь, и ты даже не можешь срез штриха точно посмотреть. Да-да, другое опубликовать снимки для чтения, другое для фолиографии, для распространения. А еще вопрос, я не помню, вы или ваша группа написали, что об использовании снимки инфракрасные, чтобы определить движение. Нет? Может быть, я не участвовала в этом исследовании, поэтому... Понятно, хорошо, спасибо. Надо будет узнать, может быть, все можно более четко и определенно выяснить, не знаю точно про это исследование. Спасибо. Можно на болгарском, а то... Он будет говорить на болгарском, если не понятно, я буду переводить. Лучше сразу же попрошу переводить. Има ли разлика между железным перо и птичьим перо? Есть разница? Да, она уже как говорила. Има ли разлика между железным перо и птичьим перо? Написано. Да. основные технические принципы будут совпадать. Отличие будет пожалуй в том, что на металлическое перо так сильно не нажмешь, как на птичье. В плане нажимов металлическое перо ширококонечное, которое сейчас производят, они более жесткие. Скажем, остроконечные металлические перо, они более мягкие, скажем, чем птичье перо, а ширококонечные они более жесткие. В остальном техническом плане все будет то же самое. Конечно, каждый инструмент есть особенности того, как он движется по бумаге, скажем, птичьим пером легче сделать штрих восходящий, то, что я говорила, удобно писать сверху вниз, но снизу вверх иногда можно сделать. Птичьим пером это сделать легче, перо металлический, мягче скользит внимания. Но все остальные моменты будут совпадать. Не могли о что вопросе Марта? Не машли вопрос? Марта? Спи. Марта спи. Я спала. А! Не може отворить микрофон. Добре, тогда начнем практическую часть. Да? Давайте. У нас не так много времени остается, но хотя бы немножко основные буквы, основные принципы попробуем. Так, приготовьте инструменты, я тоже пересяду за рабочее место. Будет удобно, если вы под лист, на котором пишете, подложите еще несколько листов. Вот как у меня, смотрите, я на этой бумаге писала, и снизу у меня несколько листов лежало, чтобы более мягкая была поверхность. можно ли попросить, вот там, я не знаю, видно ли, может быть, нет, где написано, есть такая часть, которая движет, двигает, написано тут тейп, да, куда нужно ее поставить. Это очень важный и очень хороший вопрос. Окей. Так, сейчас я найду свою тушь. тушь. да, это важно сделать сейчас, пока перо еще чистое. тушь. Смотрите, сам это называется тушедержатель, и она должна располагаться от кончика пера примерно в одном полутора миллиметрах. Значит, один миллиметр до конца перо, да? Да. Само перо вставляете в держатель. Посмотрите, как вставлять, не знаю, какого типа у вас держатель. Насколько резко все видно. если у вас держатель вот такого плана, когда есть такой металлический ободок и внутри лепестки, то надо вставить не в самый центр, а между одним из этих лепестков и ободком. Сейчас я покажу. Вот центральная часть, а вот так. и вставляйте до цифры. Немножко другой держатель. Удобно будет поставить тушь с левой стороны от вас. еще какое-то найдите место, куда вы будете класть перо. себе сделать такую гармошку из бумаги. когда вы будете останавливаться пачкать стол. Можно салфеточку просто класть. мы начнем с самого простого письма. Начнем с этого образца. салфеточку 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 и сначала мы просто попробуем писать линии, чтобы почувствовать инструмент. Я писала, что перо, прежде чем работать им, хорошо бы обработать. Перо продается в покрытый состав, специально, чтобы оно не портилось. и этот состав отталкивает тушь. Поэтому если у вас есть зажигалки или спички, то прежде чем вставлять его, надо будет обжечь. Если нет, то тогда ничего страшного. Обычно тушь, она достаточно... Я уже делал. Вы делали. Отлично. Я сейчас покажу, как это делается. Просто буквально одну секунду надо даже долю секунды подержать над огнем. Вот так. Раз, раз, и все. Да, если нет такого, то можно просто окунуть в тушь перо и хорошо салфеточкой протереть, чтобы тушь, она тоже снимает. часть этого состава не так эффективна, все-таки надо сказать, что перья, когда они новые, они немножко хуже пишут, чем когда они побывали в деле. Так что здесь может быть, не сразу оно будет легко тушь отдавать. птичьи перо, птичьи скорее всего просто окунали в чернильницу, но мы будем заправлять перо, оно у нас более широкое, мы не будем окунать, чтобы у нас не было слишком таких затеков туши сильных, поэтому у вас есть кисть, такая какая-то ненужная кисть старенькая или дешевая для заправления пера. Вот мы окунаем в тушь ее, поэтому удобно, чтобы тушь была с левой стороны, и кисточка была с левой стороны, если вы пишете правой рукой. Если кто-то пишет левой рукой, то скажите, пожалуйста, вам можно будет немножко по-другому развернуть лист. Те правые отлично, это очень хорошо, левшам менее удобно. И мы заправляем тушь между пером и вот этой насадкой. Я кисть помещаю между пером и насадкой и совершаю такое движение к кончику. Видите, там теперь не пустота, а там появилась тушь. И с другой стороны то же самое. И могу с обратной стороны тоже кончик смазать. Почему не перебираем прямо в чернилах? Потому что если прямо в чернилах, перо достаточно широкое, и будет растекаться краска, тогда надо будет где-то снимать лишнюю краску. Это именно особенность работы инструментом такой ширины. Металлической берем. Его просто лучше будет линия, легче будет нам работать, если мы будем так заправлять ее. И попробуем писать линии. То есть здесь предлагается попробовать три разных положения инструмента. Первое это 0 градусов. Как мы держим перо? Постарайтесь не сжимать его сильных пальцах. Можно держать большим и указательным пальцем и класть на последнюю фалангу среднего. Вот так. Хорошо, если перо при этом будет направлено вот на эту косточку. Посмотрите, вот такое расслабленное положение, а вот это нерасслабленное. Смотрите, сейчас как вам удобнее. Некоторые просто имеют привычку вот так держать. просто такое удержание, оно, конечно, напряжение в руке создает и рука будет уставать. Лучше спокойное, легкое удержание. И когда мы начинаем движение, то, о чем я говорила, не сразу поставили и ведем линию. Опять-таки птичьим пером в маленьком размере скорее всего и так линия получится. но сейчас если я просто поставлю перо, плюхну его на бумагу и поведу. Посмотрите, видите, что у меня сначала только тонкая линия получилась, а в конце немножко затекло. Это произошло из-за того, что сначала тушь у меня была только в центре пера, там, где разрез есть. По этому разрезу, как такой канал для подачи туши кончику, тушь идет из туши держателя кончику пера. Чтобы такого не было, я в самом начале делаю маленькое движение в сторону. Я ставлю перо немножко левее, чем штрих. Если вы посмотрите на образец, в самом начале видите маленькие выходы тонких линий слева. Я ставлю перо, провожу вправо. Когда у меня получается горизонталь тонкая, тогда я веду вниз. Левой рукой вы держите лист. и в конце можно такое же движение сделать в сторону, чтобы штрих завершить. Аккуратно. Если вдруг вы все это делаете, а у вас перо не пишет, нет следа, ее пишет как-то так, попробуйте в самом начале, сделав эту горизонталь, нажать на перо. Таким образом, капелька туши выдавливается из него, а потом перестаете нажимать, и уже легко касаясь бумаги, проводите вниз. Эти линии можно даже всей рукой написать, то есть не пальцами совершать движение, не вот такое, кисть неподвижна, локоть едет вниз. Они достаточно длинные, часто так получается ровнее. И горизонтали. Все уже просто тонкие линии. Еще, если у вас перо как-то неохотно отдает краску, попробуйте еще раз снизу смазать его тушью. Если какие-то сложности возникают, то говорите, я стараюсь еще предложить способ брать. И старайтесь, чтобы перо целиком и равномерно касалось бумаги, потому что если вы будете подворачивать перо так, что на один уголочек пера больше давления, чем на другой, то может возникать такая рваная линия с одного края. Не знаю, насколько сейчас видно, вот здесь, например, у меня левый уголок плотно касался бумаги, а правый немножко взлетал. С правой стороны линия рваная. левый уголок левый уголок Так, там все получается? Получается. Получается плохо. Ну, главное, что Перо пишет, потому что линия, она может быть не совсем ровная, там какое-то дорожание руки может быть. Это, понятно, все это приходит с опытом, поэтому такое может быть. Нам сейчас важно не сделать идеальную линию, а понять принцип. Но для этого, конечно, Перо писала нужно. Продолжение следует. Уже Перо не на эту косточку направлено, оно может быть развернуто сюда. Еще важно положение самого Перо, ручки, за которые я держусь, по отношению к бумаге. Не должно быть очень высокого угла. Если я перпендикулярно к бумаге буду держать Перо, самодержатель, то, конечно, сложно писать. Вот такое среднее положение должно быть. Тоже можно в самом начале расписать Перо. Не сразу линию ввести, поставили и вверх-вниз поводить. Если следа не остается, то немножечко нажать на Перо. И после этого провести штрих. Мы с вами работаем Перо 2 мм. Обычно в рукописях мы видим использование Перо меньшего размера. Но просто более крупную форму легче писать в самом начале. И горизонтали с таким удержанием инструмента опять не просто поставили Перо и провели, а сделали маленькое движение в начале. Расписали Перо. И провели линию. Расписали Перо. Тонкие линии в принципе можно и сверху вниз, и снизу вверх провести. И вы можете даже попробовать почувствовать, что сверху вниз все-таки гораздо легче. Вот сколько я успела написать, и у меня только сейчас закончилась тушь. Конечно, если нет такой насадки на Перо, если просто окунается Перо, то тушь заканчивается быстрее, конечно. И еще старайтесь дышать. Дышать. Бывает, когда такая работа, хочется затаить дыхание, чтобы линия не дрогнула. Но на самом деле ровное, равномерное дыхание, оно способствует какому-то более спокойному движению. Лучше всего писать на выдохе. Сделается вдох, на выдохе пишется линия. Дышать. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... А здесь он более сдержанный. Здесь вертикали шире, горизонтали тоньше, но они все-таки и те, и другие имеют массу. И, конечно, у нас вертикаль становится более тонкой по сравнению с вертикалью, проведенной с удержанием угла 0 градусов. Опять самая начинка проводите тонкую линию, расписываете перо. И движение вниз. И в конце снова тонкую линию для завершения. Маленькие эти подсечки так называемые. В простых почерках, там, где нет необходимости делать длинные засечки, которые соединяют отдельные дублирующиеся штрихи, мы видим вот такие тонкие начала и завершения линий довольно часто. Особенно если письмо такое достаточно качественное. При более быстром письме, эти тонкие штрихи, которые в конце мы делаем, они превращаются в такое округлое завершение и выходы. А как вы думаете, Писцы просто чувствовали угол наклонения пера? Или у них тоже был, скажем, как у нас, пример, да? Вот там, где перо, да, и написано 20 градусов. То есть был ли у них какой-то... Нет, здесь главное же не сохранять какой-то определенный угол, а делать форму определенную. И профессионал знает, как поставить перо, чтобы сделать линию нужной толщины. Поэтому здесь, конечно, таких приспособлений не было. Поэтому и угол наклона инструмента, скажем, если мы говорим, основной угол наклона в лицевом летописном своде, 20 градусов, но он чуть-чуть может меняться от линии к линии. Где-то 19, где-то 21. Но при этом эти положения инструмента, они удобны пишущему. Скажем, какие-то углы, например, в другую сторону ответить. Завернуть перо. Те, кто делает рукой, пишет. И очень удобно там держать 20 градусов. А те, кто берете инструмент, ставите руку, и у вас буквально само перо, оно в нужной точке окажется. Просто комфортный угол держания. Ну и давайте попробуем сделать несколько букв. Получается, что, конечно, буквально в каждом, из каждого образца попробуем какие-то ключевые формы. Это буквы из лицевого летописного свода. Это, собственно, мы будем работать с теми образцами, про которые сегодня шла речь. И здесь вы видите в букве Н, что штрих немножко загибается сверху. И как раз такая тонкая резина есть. Вроде того, что мы с вами, когда выполняли широкие штрихи. Только здесь она не слева направо, как я вам предлагаю делать в этих образцах, а справа налево. Вот отсюда начинается штрих. Ведем вниз. И в конце опять маленькое движение направо. Такая засечка получается небольшая. Делаем штамбы и соединяем. Здесь основные штрихи, они не совсем прямые. И это самое начало штриха, который с правой стороны идет. И в основной части штриха есть небольшой изгиб. На самом деле это удобно пальцами делать. Маленькое движение. Здесь 10 градусов. Здесь 20 градусов. А, 20. Смотрите, соединительный штрих. Он тоже не по прямой. Если бы мы делали по прямой, то его толщина была бы одинаковая. А здесь легкий изгиб. И поэтому изгиб и наклон. И поэтому с левой стороны более широкая линия получается. А с правой стороны более тонкая. А с правой стороны более тонкая. Я думаю, что с левой стороны более тонкой. А с правой стороны более тонкой. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... И заканчиваем в самом тонком. Получается такая половина, но она под углом развернута, не по вертикали, как бы мы разрезали круг, а по диагонали. И вторая половина. Смотрите, как нарастает от тонкого вдруг максимум в этой точке. И затем мы продолжаем движение, и линия сужается. Сама собой, да? Мы не делаем для этого ничего специально. Продолжение следует... Здесь тоже, если не сразу перо отдает тушь, то можно понажимать, порасписывать перо в самом начале. Продолжение следует... Давайте попробуем сделать букву Б. Здесь как раз треугольная засечка. Но сразу скажу, что это, конечно, действительно прием, относящийся к усложненным. И может быть, сразу он не получится. Просто попробуйте. Последовательность может быть разная. Может быть, например, сначала низ можно сделать, а можно сначала сделать вверх. Штамб, потом горизонталь. И когда мы доходим до конца, мы начинаем движение вниз, и я отрываю уголок пера правой. И потом левым уголком пера делаю движение наверх. После этого делаем из буквы наклонный стрип и горизонталь. Еще раз покажу большим инструментом. Без туши просто покажу. Полное соприкосновение с бумагой. По мере движения вот так я разворачиваю в руках, в пальцах инструмент, и он у меня отрывается, уголок правой от бумаги. И потом в таком же состоянии я делаю движение наверх. В плане того, что в одной рукописи может меняться техника, скажем, в лицевом летописном своде. Там есть треугольные засечки, собственно, буквы оттуда. Но в некоторых случаях можно увидеть, что писец не делал треугольную засечку, а просто делал движение вниз под наклоном. Не знаю, насколько вам сейчас видно хорошо. Она в целом воспринимается похоже, но она менее отточена, эта форма. Но движение более быстрое. Может быть, иногда он ускорялся по каким-то причинам. И проще было сделать такое движение. Но так как это небольшой элемент, то это не сильно бросается в глаза. Когда ты смотришь на лист, это может не заметить. Продолжение следует... 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 Спасибо. Я предлагаю вам попробовать теперь составное письмо. Вот этот лист с письмом, с буквами из письма Якова, из рукописи 15 века, про которую я рассказывала. Здесь основные элементы букв, штамбы букв состоят из двух штрихов. К сожалению, забыла сделать здесь разметку с углом наклона инструмента. Ну, по сути, это близко к положению 0 градусов. Чуть-чуть надо будет руку развернуть. Вот та же N, которую мы сейчас пробовали делать в 3 движения, здесь у нас будет выполняться в 9 движений. Смотрите. Засечка тонкая в начале, тонкая горизонталь. Два движения вниз, которые накладываются друг на друга. Снова засечка снизу, чтобы объединить эти штрихи. Соединение. Засечка сверху. И засечка снизу. И если эти штрихи не точно параллельны, а немножко расходятся к концам, то тогда получится такая красивая расклешенная форма. Получается, что сейчас мы пишем эти буквы, увеличенные в два раза. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Какие-то элементы в книжных почерках можно встретить, например, утолщение в самом конце штриха, когда засечку делали дополнительным движением. Но вот так, чтобы основной элемент буквы состоял из двух дублирующихся штрихов или тем более из трех, кажется, такого нет. Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте попробуем сделать широкую букву О. Основная форма выполняется так же, как мы делали в прошлом образце. Два круглых движения, которые создают основную форму, а потом делаются дополнительные движения. Но посмотрите, не на всем протяжении первых штрихов, а только в широкой части. Таким образом усиливается толщина в этих местах. А здесь остается более тонко. И так же мы делаем декоративные штрихи. И сама форма круга, она получается более сложной. И более контрастной. Более выраженным остается тонкая часть. Более выраженным остается тонко. Спасибо. 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 И давайте попробуем сделать букву «Б». Теперь это будет проще, я думаю. Хотя движение здесь целых восемь. Сначала штамп. Два штриха. Теперь горизонталь. И просто два штриха вниз. Засечка. Нижняя часть тоже два штриха. Здесь один и небольшое утолщение мы делаем вторым. И горизонталь, которая все объединяет. Какой-то вопрос у вас, да? Нет, нет. Я просто говорю. Что-то. Нет. 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 Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...